Намусорил, и это касается не только животных, но и симферопольцев, потому что мы хотим, чтобы наш город выглядел не только чисто, но еще и потрясающе сияло. Как раз таки об этой теме мы поговорим в преддверии новогодних праздников с Николаем Михайловичем Коноваловым, директором муниципального бюджетного учреждения Горсвет. Доброе утро! Доброе утро! Расскажите, что нас ожидает в преддверии и как раз таки в новогодние праздники, насколько город засияет новыми красками? Ну, как новыми красками, не знаю, но в этом, думаю, также традиционно ставим елку на... уже начали установку, это видно уже на площади Ленина. Вот, потом там же уже вывезли сейчас кареты, это малая архитектурная форма, подсветка. Там, где можно будет пофотографироваться? Да, да, да. Потом дальше будет там еще стоять малый фонтан, вот, и дальше будут еще композиции из елочек небольших, четырехметровых. Ну, естественно, там будет что-то еще и сцена и так далее, то есть это все будет с иллюминацией. Какие, может, новинки добавили в этом году и что-то обновили из-за... Ну, новинок в основном-то нет... ну, есть, в принципе, на перекрестке Пушкина-Горького появится елка. Ее будет устанавливать банк РНКБ, он помогает городу. Вот, и на... по Карломарце, если от Берга брать, от Кирова, там появилось звездное небо, дальше шары висят, так, по диагонали. И будет завершаться это все световым фонтаном на перекрестке Карломарца-Пушкина. Будем ждать с нетерпением. Да, ну вот мы это все сейчас готовим. То есть на ЖД вокзале будет тоже традиционная елка, на Грессе будет, и в парке Гагарина будет елка световая, и там фонтан будет еще. То есть новогодний Симферополь мы увидим во всех красках сияющей и... Да, должен быть, должен быть во всех красках. ...с новогодней атмосферой. Да. К какому моменту вы намерены уже осуществлять? Все это должно быть сделано уже к 19-му числу. То есть 19-го открытие елки, вот звездное небо можно уже наблюдать, оно уже работает, уже два или три дня, да, работает. Как в Москве, там, на улице, так и в Питере. Да, это вот вся улица закрыта гирляндами сверху, и сверху же дальше шары идут. Может быть, вы хотели бы создать какой-то конкурс для жителей Симферополя, кто красивее украсит свое окошко, например? Ну вот, честно говоря, в этом плане бы, конечно, это вот вопросы к предпринимателям, то есть, допустим, даже напротив площади Ленина все здания, если украсить, вот так же, как вот сегодня утром видел в Москве, весь по периметру, в лампочках, все, ну, красиво. Ну, слушай, знаешь, я так слышал не так давно, в Совете Министров прошел конкурс в мое правительство, и там обновился состав, может, они тоже там начнут украшать в честь свои окна, и в Совете Министров появятся какие-то необыкновенные украшения. Ну, надо, чтобы украсил около себя, чтобы была новогодняя атмосфера и так далее. Ну да, как раз праздники, хочется перемен. Хочется, чтобы столица все-таки удивила и гостей, и жителей, что вот, какая фишечка, возможно, есть? Чем вот действительно хочется удивить, что вот не было такого раньше, или вот было, и оно... Вроде бы нет, только появилась еще одна елка, и появилась вот эта... Согласитесь, вот для меня, вот честно, вот кажется, когда человек заезжает в город, обычно он заезжает, вот, и едет вдоль дорог. А где можно будет как раз-таки вдоль дорог увидеть? Я просто помню, в прошлом году ты едешь, там, ближе к центру были гирлянды, может, еще какие-то улицы украсят, потом были такие, типа, флаг или, не знаю, как это сказать, такие, как сказать, конструкции. Ну, таких конструкций, наверное, не будет, будет, наверное, еще, может быть, растяжки будут на троллейбусных топорах. Вот, к этому готовимся, там, некоторые, которые были, сейчас ремонтируем. Мы уже готовы озвучивать, сколько на это понадобится сил, средств? Нет, я не готов сказать. Ну, мы пока все, что у нас есть, то есть все, что в наличии, мы устанавливаем, это только рабочая сила. Ну, в принципе, мы можем сказать, что в этом году это довольно бюджетный вариант, потому что все, что нам нужно, у нас уже есть. Главное, красиво это поставить, чтобы радовало глаз, верно? И все, хотелось бы, может быть, и больше, но пока сегодня будет так. Ну, будем надеяться, что в следующие годы в бюджет республики все же будет какая-то определенная сумма заложена под этот момент, чтобы наш год, город, с каждым годом все сиял ярче. Ну, конечно, хотелось бы. То есть открытие главной елки и зажжение огней произойдет 19 декабря. То есть всем можно собираться именно в этот день, вечером. Во сколько именно? Ну, я не готов сказать. Там готовится сейчас программа еще, она все, скажем так, налаживается, определяется. Ну, наверное, будет на сайте администрации все это будет. На сайте администрации можно будет узнать информацию о том, да, во сколько и когда подходить на главную площадь полуострова, для того, чтобы посмотреть, как же, какими огнями будет сверкать самая главная елка полуострова. Слушай, у нас сейчас так много прямых включений, я думаю, мы как раз-таки в этот день тоже там будем трудиться, и вы наверняка там будете, так что еще наверняка мы продолжим беседу на эту тему, а я предлагаю посмотреть сегодня самый-самый мрачный и самый пугающий сюжет. Спасибо.